Приветствую вас. Ну, вы знаете, вот прочитал я ваш вопрос. Если честно, то, знаете, вот поначалу мне показалось, что вы находитесь в таком полнейшем раздрае. То есть, ну, просто вот у вас сейчас произошло прямо взрыв в вашей жизни, и из-за этого вы потеряли всякие свои вообще ориентиры. Знаете, наверное, пожалуй, первое, что просится на язык здесь, это я имею в виду то, что... Ну, то, что девушки, значит, очень часто берут себе, выбирают мужчин постарше, чтобы с ними чувствовать себя стабильнее, и так далее, и так далее, и так далее. Наверное, пожалуй, вот именно этот момент я опущу слишком бананы, и вы, я полагаю, об этом сами знаете, и вас это, если я правильно понимаю, вас это не успокаивает. Ну, успокаивает вас тот факт, что вот, эм, ну, что девочка смогла выбрать вас просто потому, что вы ей понравились. А вы спрашиваете, зачем я ей такой нужен? А, ну, ээээ, а почему вы считаете, что отношения людей определяются нужностью? Это, наверное, первый ваш, ээээ, первый момент, о котором я хотел бы сказать. Ээээ, почему вы считаете, что, эээ, все определяется нужностью? Эээ, а почему вы не допускаете, что девушка могла просто в вас влюбиться, и почему вы не допускаете, что вы могли ей просто понравиться? Далее, эээ, скажемо, на кучу лет пишете вы, так еще и с опытом неудачной семейной жизни четыре с половиной года, вместе из них два с половиной в браке. Эээээээ, знаете, на самом деле, опять непонятно, почему вы, эээ, вот этот момент, эээ, связанный с эээээ, неудачной семейной жизнью, да, Почему вы его считаете своим недостатком? То есть, на самом деле это здорово, вы получили опыт, вы получили мудрость, вы получили необходимые знания, вы поняли, как себя нужно вести, разве нет? Разве не это с вами произошло? Почему вы воспринимаете возраст, как опять же что-то негативное? Вы говорите, что это не из-за вашего брака. Хорошо? Хорошо. Опустим. Я видел ваше наполнение, это не из-за вашего неудаческого брака. Ладно? Давайте будем разбираться. Значит, может я просто ей в уши надпел? Что именно надпели? Что вы говорили? Почему вы считаете, что девушка 17 лет, неопытная? Как вы знаете, ну вот смотрите, вам 25, да? Значит, 4,5 года вы были вместе с другой. Значит, получается, что так, вот здесь в своем дополнении пишите, что развелись простым летом. Ну, в общем, 20 лет вам было, когда вы познакомились с моей будущей женой, а это всего лишь на 3 года больше, чем ваши девочки сейчас. Вы знаете, вот вы, наверное, не соглашитесь со мной, но вряд ли вы считали себя тогда, именно тогда, вот в тот момент, в тот период, вряд ли вы считали себя неопытным. И вряд ли вы свою девушку также считали неопытным. И вы знаете, вот исходя из этого, исходя из этого, я могу сделать такой вывод, что ваш выбор, который, ну вот, который вы сделали, вот ваши метания, ваши трепетания, которые вы описываете, да, что у вас все очень так душевно, что у вас все очень так прям чуть ли не платоническое любовство и так далее, так далее. Так вот, вот знаете, очень похоже на то, что вы как бы, как бы, я специально употребляю вот это вот слово «как бы», потому что нужно еще будет разбираться с тем, так ли это или нет. То есть, ну, не ошибся ли я вот в этом контексте, но похоже, что вы, значит, просто-напросто чувствуете, как, значит, вы совершили ошибку со своей женой тогда. Вот со своей женой вы совершили ошибку. Ну, вы это чувствуете, вы, скорее всего, это осознаете, вы этого, ну, вот не знаю, стыдитесь вы этого или нет, но что-то мне подсказывает, что, скорее всего, скорее всего, стыдитесь, скорее всего, стыдитесь, считайте, что это было зря в потраченное время. И нет ничего удивительного тогда в том, что вы сейчас вновь находитесь в себе девушку, которая является чистой, невинной, по вашему мнению, нежной и так далее, точно так же, как, как-то, была ваша будущая жена. Вот. Ну и, соответственно, соответственно, вы хотите, как бы, заново пережить те моменты, которые у вас были с вашей женой. То есть, как бы, заново все это пережить и, по сути дела, добиться того, чего вы, по вашему мнению, достоинны. Ну, вообще-то говоря, реакция вполне нормальная. Вот. Вы осознаете, что сейчас вы уже уже мудрее, сейчас вы уже опытнее, сейчас вы уже каких-то ошибок не повторите, да, сейчас вы уже знаете, чего хотите, и так далее, и так далее, и так далее. И именно поэтому вы выбрали такую девочку, с которой вы точно знаете, что у вас может получиться то, чего не получилось с той, другой. То есть, по сути, вы пытаетесь сейчас через вот эту вот девочку, которую вы сейчас встретите, вы пытаетесь через нее пережить то, что хотели пережить своей, собственно, первой девочкой, своей женой. Пока единственной женой, да? Вот. Ну и, соответственно, это нормальное желание, но сам нет. В этом нет ничего ненормального, в этом нет ничего плохого, в том, что вы этого хотите. Другое дело, что понимаете, в том, насколько вы действительно извлекли опыт из того, что с вами произошло. Вот насколько вы извлекли опыт, это вопрос куда более интересный. Но вне зависимости от этого, вне зависимости от этого, я определенно думаю, что скорее всего вы такой вот ошибки, какую вы совершили, да, с своей предыдущей девочкой, вы не совершите. То есть у вас даже, вот как я прочитал, у вас даже вопроса нет как-то с кого. Вопрос в этом контексте был бы очень полезен на самом деле, потому что вопрос, вопрос, он всегда практически определяет направление работы, то есть чего вы хотите. Вот вы здесь как бы написали много чего, да, про то, что встреч не было, что наивностью боитесь все испортить, я этого не хочу, и потому пишу всегда. То есть вы не хотите испортить все наивности, вы не хотите испортить все настученности. Давайте подумаем тогда, тогда. Ну хорошо, если вы не хотите все испортить наивностью, если вы не хотите все испортить, значит, настойчивостью, то нужно что сделать? Нужно снизить значимость для вас, девочки. Правильно? Ну, я думаю, правильно. Я думаю, правильно. Снизить для вас значимость девочки. Ну, а тогда волей-неволей приходит вопрос. Если девочки для вас чересчур значимы, то получается, что эта значимость для вас, девочки, чем-то обусловлена. Так вот, и давайте попробуем подумать, чем обусловлена для вас значимость девочки. Чем обусловлена значимость для вас этой самой девочки? Почему она для вас так важна? Вот это то, что вам нужно для себя определить. И постараться, постараться, эту значимость снизить. Вы говорите, вы говорите, значит, о том, что вы боитесь, что станете таким же, как эти ваши знакомые. В принципе, я вас понимаю, я понимаю, почему вы не хотите стать такими. А вам действительно мало хорошего и мало приятного, да? Так, когда, вот, вот, видишь своих знакомых, а они совсем, ну, не такие, да, как мы привыкли их видеть, а совсем другие. И вы боитесь, что вы станете такими. Это я, безусловно, понимаю. Так подумайте, а какая роль во всем этом у девушки вашей, настоящей, которая сейчас? Какая у нее в этом роль? Что она должна вам дать? Что она должна вам предоставить? Какую роль она должна сыграть в том, что вы хотите, по сути дела, чувствовать себя более уверенным в себе? И, вот, постарайтесь подумать на эту тему, какую роль должна сыграть девушка в том, чтобы вы продолжали свое становление, как тот человек, который не похож на тех, с кем он, ну, с кем вы вот сейчас вынуждены жить, да, в результате триезда. И, вот, то, что вы скажете, это может быть что угодно, это может быть социальный статус, это может быть какое-то положение в обществе, это может быть, в общем, все, что угодно, это не столь важно. Вот это все вам нужно получить самостоятельно. Начнем, пожалуй, с главного, что вы никогда не станете таких-таким же, как эти люди, хотя бы потому, что вы все-таки, ну, другой человек. Вы другой человек, вы видели другую жизнь, вы знаете другую жизнь, вы отдаете себе отсчет, что это другая жизнь есть. Вы не станете таким же, как они. У вас другой склад ума. Вот это вот вам, ну, желательно, знаете как, желательно понять вам, вот это вот, что ваш страх, он иррационален. И далее нужно работать над тем сейчас, в чем вы неуверенны в себе. Вы отвергаете то, что говорят вам эксперты. Вы говорите, нет, это вот не то, это не то, это не из-за брака, это там из-за чего-то другого, допустим. Но откуда-то же ваша неуверенность в себе взялась, откуда-то же она проистекает, и вопрос решается в том всего лишь, откуда она, откуда берет свое начало, то, что он, вы говорите, что зачем я ей такой мусим. Вот это вот, это вот фраза, этот вопрос, как бы, говорит о том, что вы, возможно, позиционируете себя, как субъекта цели в отношении. То есть, что это означает? Оночает это следующее, что вы не верите в то, что человека можно любить просто так. Вы достаточно сильно подвержены различным стереотипам поведения, различным стереотипам социального обстоятельства, стереотипам взглядов и прочих, прочих. И именно поэтому, смотрите, с одной стороны, да, у вас есть опыт неудачной семейной жизни. С другой стороны, есть знакомые, на которых вы не хотите быть похожим. С третьей стороны, есть девушка, которая, которая вам нравится, но которая выбивается из вашего, наверное, стереотипа отношений. Понимаете? И вот эти конфликты, вот этих вот точек зрения, по сути, не дают вам покоя. Вы не можете решить для себя, так чего же я хочу. Понимаете? Чего же я хочу. А вполне вероятно, что хотите-то вы, в принципе, того же, что и все. Вы хотите, не хотите ничего такого, чего мог бы хотеть любой из нас и так далее. И совершенно непонятно, почему для вас это выглядит как-то странно или что-то еще. То есть, понимаете, у вас есть вот этот вот элемент сомнения в себе и элемент противоречий, которые вы сами, как бы, взращиваете, которые вы сами себе несете. Вот эти вот элементы, элементы противоречий. И очень было бы здорово, если бы вы это противоречие для себя в любом случае, в любом случае постарались бы разрешить. Ибо они, эти противоречия вам, ну, ничего хорошего абсолютно не несут. Значит, что еще вам я могу сказать по, значит, тому, что вы написали. Значит, ну, по сути, все, что вышка есть, работа интересная, девочки при встречах вроде улыбаются. Значит, ну, знаете, это, опять же, неуверенность в себе у вас, понимая, что все это смешно. Это не смешно. Вас это волнует. Вы знаете, вас это волнует, а вы, получается, не доверяете своим чувствам. Вы не доверяете тому, что с вами происходит. Ну, я хотел бы вас, опять же, спросить, а почему вы не доверяете тому, что с вами происходит? Ведь это очень важно, да, это может быть не похоже на то, что, например, вы ожидали. Да, это не похоже. Ну, а почему это должно быть похоже? Почему это должно быть похоже на то, чего вы ожидали? Почему вообще что-то должно быть похоже на то, что вы там ожидали? Не очень тоже понятно, согласитесь. И, соответственно, если мы ставим вопрос таким образом, то тогда давайте подумаем, а что мешает вам доверять в себе? Что мешает вам принимать на веру то, что вы чувствуете? То есть, откуда взялась вот эта вот неуверенность в себе? Далее, вы говорите, что я не думаю, значит, что причина в неудачном браке, хотя, опять же, причина чего? Знаете, вот интересный момент. Вы говорите о причинах, но не говорите о причинах чего. Вот вы влюбились в девушку, да? Вы испытываете перед ней трепет. Ну, это, вообще-то говоря, нормально. Нормально испытывать перед девушкой трепет. Нормально чувствовать то, что чувствуете вы. Все это вполне естественно, правильно и нормально. Как раз-таки ненормально этого не испытывать. У вас, скорее всего, та самая любовь. Та самая любовь, которую вы, возможно, ну, возможность, от которой вы, возможно, так сильно хотели. Опять. Понимаете? И, как бы, причину чего вы пытаетесь найти? Если честно, этот момент для меня тоже совершенно не ясен. Вы ищете причину, но вы не называете причину чего вы ищете. Какую причину вы хотите найти? Причина своей неуверенности, она, скажем так, не совсем девочка здесь, ну, как таковая девочка здесь не при чем. Тут, на самом деле, ваш опыт и то, как вы воспринимаете ситуацию, отношения, как вы воспринимаете себя и так далее. То есть, здесь дело совсем не в девушке, на самом деле. Вот. Готовы ли вы работать над собой? Готовы ли вы изучать себя? Готовы ли вы как-то познавать себя? Готовы ли вы, там, смотреть, работать вместе, значит, с психологом над собой? Это уже вопрос другой. Но так точно, девочка без напишем. Нормально ли то, что вы испытываете? Нормально ли то, что вы вот так вот чувствуете себя с девочкой? Да, это нормально. Это совершенно и абсолютно нормально. Далее, значит, значит, выписки, познакомились совсем недавно, значит, встреч таких, когда можно было протянуть и достать до человека рукой, значит, рукой было меньше, чем пальцев на руке, внимание проявляется и все остарами. Ну, здесь вполне вероятность, что вы просто-напросто захотели, ну, вам хочется, это нормальное желание, значит, вы хотели просто-напросто женского внимания, вот, вы хотели почувствовать себя мужчиной, вот, потому что вы себя таковым не осуществляли, как раз, значит, в последнее время взаимодействия со своей женой, если я правильно вас понял. И вот эта девушка, она является, по сути, олицетворением, олицетворением, скорее всего, значит, всего того, чего вы хотели бы, всего того, чего вы хотели бы для себя, всего того, чего вы хотели бы для себя, как мужчина, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, а как бы это ваша потребность пока? Вот так пока это выглядит, да, я, конечно, не знаю, как там у вас действительно все обстоит, и может быть все немножко не так, и вот. Но пока все выглядит именно таким образом, и это хорошо, это хорошо, что вы испытываете это чувство, это хорошо, что вы можете испытывать эти чувства. Понимаете, ведь другие-то люди не могут, они хотели бы, но не могут. Поэтому я думаю, что вам нужно, ну, как-то вот радоваться тому, что с вами сейчас происходит. Радоваться, а не грустить, не призевать. Наслаждайтесь тем, что у вас сейчас есть, понимаете. Наслаждайтесь, просто старайтесь, просто старайтесь наслаждаться этим, и все, по сути дела. Вот, исходя из того, что вы написали, вам можно просто порекомендовать наслаждаться тем, что у вас сейчас есть, и все, по сути дела. Потому что проблемы, как таковой, я увидел только в вашей уверенности в себе. Вот, уверенности в себе у вас очень мало, да. Это правда. Но почему у вас так мало уверенности в себе, это, к сожалению, вопрос, который нужно выяснять. Вы о себе говорите только то, что, значит, ну, только то, что является значимым для вас. Вы говорите, что вышка есть, а работа интересна. Ну, не только этим определяется человек, на самом деле, не только вышкой, не только работой. Человек определяется еще и другими моментами. Эти моменты не связаны с его работой. Я хочу, чтобы вы вот это вот точно для себя порадовались понять. У вас, знаете, вы, возможно, именно поэтому не можете принять реальность, в которой есть вот эти вот чувства, значит, вашей девочки к вам. Вы вполне реально, вполне возможно, не можете принять эти чувства, именно потому, что вы сами руководствуете, ну, либо преимущественно, либо очень как-то преимущественно только, значит, ценностями материальными. Вот. Но при этом, кроме этих материальных ценностей, есть же и еще какие-то важные вещи. А о них вот мне почему-то кажется, что вы в данном случае забываете. И забываете, на мой взгляд, опять же, совершенно незаслуженно. Вот. Нельзя такие вещи забывать. А вы их забываете. И отсюда у вас проблема. Вы не подписались, вы не, то есть, ваш вопрос задан анонимно, я вам хотел бы, значит, сказать следующее. Уважаемый аноним, характер вашей проблемы кроется в неуверенности в себе. Характер вашей проблемы кроется в ваших ценностях, в ваших ориентирах, в ваших установках смысловых, которые вот у вас есть. Но никак, никак, не в, собственно, значит, девушке и никак не в том, что сейчас у вас происходит. Потому что происходит абсолютно и совершенно нормальная реакция вас на влюбленных. Да, может быть, это, может быть, это просто влюбленность, и, может быть, как бы, влюбленность пройдет, вы быстро для себя поймете, что девушка это не ваше, и вы только потеряете к ней интерес. Может быть, может быть, она станет для вас действительно важной партнершей. Может быть, она действительно станет для вас кем-то серьезной, ну, я имею в виду, в вашей жизни. Но сейчас, вот сейчас, то, что вам нужно делать, сейчас, то, что вам совершенно определенно нужно делать, это позволит себе наслаждаться тем, что у вас есть. Я не думаю, я не думаю, что если вы будете пытаться как-то осознавать то, что с вами происходит, я не думаю, что вы действительно как-то вот себе поможете в этом контексте, я не думаю, что вы сделаете себе что-то хорошее. Вот. Что бы я вам порекомендовал? Ну, во-первых, я порекомендовал бы вам, значит, в первую очередь, спросить себя, для чего вам эта девушка, да, для чего она вам нужна. Во-вторую очередь, я бы порекомендовал вам, вам спросить себя, чего вы от нее хотите. Далее, если ее у вас не будет, что вы потеряете? Опять же, для себя. Вот, правда, заключается в том, что вам терять нельзя ничего. Вам абсолютно ничего нельзя терять при взаимодействии с ней. Если вы можете сказать, что вы что-то теряете при расставании с девочкой, то это значит, что это уже не отношение. Это уже зависимость, это уже что угодно, но только не любовь. Понимаете? Вот. Значит, это следующий момент. Далее. Ваши установки. Ваши установки, ваша оценка себя. Безусловно, я не говорю, что, вот вы, значит, говорите, что после разрыва отношений я стал чувствовать себя лучше, но после развода мне пришлось переехать в другой город и стал сходить с просьбой. Значит, видишь ли, когда вы говорите, зачем я такой нужен ей, вы либо принижаете себя, и, соответственно, это неуверенность в себе, либо вы мыслите другими ценностями. Поскольку вы ее любите, то, скорее всего, вы принижаете себя, и вопрос в том, почему вы это делаете. Либо вы принижаете себя, потому что это вам досталось от брака неудачного, либо вы принижаете себя еще большее количество времени, еще раньше вы начали это делать, и, собственно говоря, для того, чтобы это понять, нужно проанализировать, почему я спал, что у вас брак. Вы об этом не пишете. Вы говорите, что да, вы не думаете, что в браке дело. Хорошо. Вне браке дело. В браке проявилось то, что у вас было до этого. Может быть, это детско-родительские отношения, то есть негативный родительский сценарий, деструктивный родительский сценарий. Может быть, это просто какие-то комплексы, которые у вас имели место быть, и которые мешают вам нормально существовать и нормально реализовывать то, что вы хотите. Может быть, какие-то детские травмы, может быть, обиды. Именно это сейчас на всю мощность играет с вами злую шутку, когда вы не можете получать наслаждение от того, что находитесь с девочкой в отношениях. Понимаете? И без преувеличения просто начинаете паниковать. Вы говорите, я боюсь проявлять настойчивость там и так далее. Вы же взрослый мужчина. А если вы взрослый мужчина, то вы понимаете, что кроме этой девочки у вас еще что-то должно быть. Работа интересная. Занимайтесь этой работой. Девочки вам улыбаются. Значит, у вас все получится в личных отношениях, дальше, если с этой девочкой ничего не выйдет. Попробуйте себе ответить на вопрос, чем привлекает вас эта девочка. Почему она вам нравится. Попробуйте ответить себе на вопрос, адекватно ли вы ее воспринимаете. ответить себе на вопрос, есть ли у нее негативные стороны. Осознаете ли вы это. То есть попробуйте посмотреть на девочку более реальным взглядом, чем сейчас. А это возможно только, если вы снизите ее значимость для себя. То есть займетесь всем, да помимо нее. Вот. Ну, собственно, вы говорите, что мне 25 и 17, и это еще не все. Подразумеваю, наверное, то, что вы были женаты. Ага. Вы знаете, вот, мне бы хотелось, очень хотелось, поработать с вашими установками. Почему вы считаете, что возраст это проблема? Ага, значит, сколько? Так. Восемь лет. Восемь лет разница между вами. Вы говорите, это куча лет. Куча лет. А ничего, что есть и 20 лет разница, и больше, и люди нормальны, живут и любят друг друга. Если вы любите, то для любви это все не преградит. Если же вы человека используете в качестве достижения цели для чего-то, для своих потребностей, это уже другое. С этим опять же нужно разбираться. Это не выглядит смешно. Это выглядит печально. Потому что вы, чувствуя любовь, одно из самых значимых чувств, от силы вашего возраста и брака, я полагаю, что это, скорее всего, любовь настоящая, та самая. Вы пытаетесь это чувство принизить. И вот от этого, от того, что вы пытаетесь это чувство свое принизить, действительно становится грустно. И я надеюсь только, я очень надеюсь только, что мой ответ, мой ответ, поможет вам этого не делать. Не принижать себя, не догонять ваше чувство глубоко-глубоко в себя, вовнутрь себя. Я очень надеюсь, что мой ответ вам в этом поможет. Потому что любовь убить. Убить. Очень легко. Очень легко уничтожить любовь. И тяжело восстановить любовь. Тяжело восстановить чувства. то самое чувство, которое вот у вас появилось к вашей девушке. Тяжело его как-то, вы знаете, тяжело его сохранить, его сберечь, можно сказать. и я искренне от всей души я желаю вам того, чтобы вы смогли свою любовь сохранить. Именно вот такой, какая она есть у вас сейчас, да, чистый, незабыкненный, и искренний, и так далее. Вы наивны, девочка, и это здорово. Наивность без любви, как бы, любовь без наивности не бывает. но используйте свой опыт, используйте свой опыт, чтобы девочка почувствовала, что вы действительно хотите быть с ней. Используйте свой опыт для того, чтобы девочка почувствовала себя защищенный. Используйте свой опыт, тот самый, который вот вы говорите, что много его, ну, много извлекли опыта, да, используйте его для того, чтобы не повторить тех самых ошибок. Вот. Вы говорите, вынес много опыта, прежде всего, что значит для девочки быть замызем, это неверно. И, значит, был один большой урок для четыре с половиной двух года. Вот, вы говорите, что, значит, прежде всего, что значит для девочки быть замызем. Замызем. То есть, вы знаете, чего вы не хотите сейчас. Вы знаете, что вам точно не нужны в отношении. А значит, вы этого больше не повторите. И у вас все будет хорошо. Ага, все остальное, что вам мешает, что не дает вам такое, что как-то беспокой, и прочее, прочее, прочее. Все вот это, оно, знаете ли, подлежит анализ, оно подлежит разбору. Вы, как вы говорите вот про знакомых, копаете недалеко. Копаете не туда, не в ту сторону. знакомые просто вскрыли ваш страх. И именно вскрыли, вскрыли его. Именно просто вскрыли ваши какие-то страхи. И все. Не более того, и не меньше. И не стоит предавать им, то есть страхам, больше значения, чем они того заскучил. Но дело не в них. Дело в том, как вы воспринимаете отношения и себя в них. Ваша девушка сейчас ведет себя так же, скорее всего, как она себя так. То есть, вы говорите, что замузин была ваша жена. А эта девушка по сути делала то же самое. Точно так же себя ведет, как и ваша первая зина. И если вы точно так же будете действовать, как сейчас, окружать ее заботой, окружать ее теплом, окружать ее инициативой, то она и будет снова за вами. А смысл зачем ей что-либо менять в своей жизни, зачем ей самой проявлять инициативу? Я бы хотел, чтобы вы подробнее раскрыли этот урок, который вы вынесли из своего опыта в семейной жизни. На этом, я думаю, можно закончить, потому что говорить еще может быть долго, но все это по большому счету предположения будут. надеюсь, что мой ответ вам помог. Если остались вопросы, пишите в личку «помогу», если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если вы напишите еще одно дополнение, пожалуйста, известите меня в личку, чтобы я это дополнение прочитал и вам соответственно записал еще один ответ. Желаю вам всего самого доброго и удачи! «Помогу»